Рассмотрение итогов работы по социально-экономическому развитию края за шесть месяцев текущего года состоялось накануне в городе Надбугом. Как отметил руководитель области Константин Сумар, открывая очередное заседание обл. полкома, если давать общую оценку деятельности всего комплекса народного хозяйства, то она будет позитивной. Выполнены целевые прогнозные показатели в части номинальной начисленной заработной платы и привлечения прямых иностранных инвестиций, а также индикативные показатели в части волового регионального продукта, розничного товарооборота и энергосбережения. Предприятиям и руководителям, которые внесли наибольший вклад в выполнение последнего, были вручены дипломы и денежные премии. Однако нельзя забывать и о наметившихся негативных тенденциях в некоторых сферах экономики. Не удалось выйти на уровень прошлого года по объемам промышленного производства. За последний месяц квартала индекс физического объема промышленной продукции снизился до 98,2% после почти 99 за январь-май. Из 19 регионов снижение объемов производства допустили 12. За первый квартал в таких регионах у нас было только 8. На мой взгляд, многие районы, не имеющие крупных промышленных предприятий, могли бы решать проблему наращивания промышленного производства за счет создания новых малых предприятий в производственной сфере и новых производств. Во многом, снижение объемов производства, наряду с другими объективными факторами, обусловило и невыполнение областью показателей по наращиванию экспорта товаров. По итогам января-мая текущего года экспорт товаров по организациям области без учета предприятий республиканской подчиненности вырос всего на 0,6% при задании 110-8%. При этом сформированы положительные сайты в размере 97,4 млн долларов США. Объем реализации потребительских товаров на экспорт по итогам января-мая прирост на 10,4% составил 590 млн долларов США. Это самый высокий показатель в республике. Второй вопрос заседания областполкома касался выполнения бюджета Брестской области за первое полугодие. За шесть месяцев 2014-го доходы, консолидированные в бюджетах края, составили более 7,5 трлн белорусских рублей, или порядка 47% от общего годового плана. При этом собственные поступления в бюджет составили больше половины от общей суммы, около 4,7 трлн долларов. Расходная часть профинансирована к уточненному годовому плану на 48,4%, что в денежном эквиваленте равняется 7,8 трлн белорусских рублей. Как показывает динамика поступлений собственных доходов, плановые назначения в целом области будут выполнены с некоторым получением сверхплановых доходов. Уже в первом полугодии местные бюджеты увеличены на общую сумму 232 млрд рублей. До конца года ожидается дополнительное поступление, еще по пессимистической оценке, около 400 млрд рублей. Сверхплановым поступлением в первую очередь будут получены за счет доходного налога с населения, налога на прибыль, налога на собственность, которые в основном зачисляются в бюджеты районов и городов. В целом, итоги работы за прошедшее полугодие были высоко оценены и на республиканском уровне. В правительстве проанализирована деятельность всего комплекса народного хозяйства Брещины, выполнение доведенных прогнозных значений и задач, а также общая динамика социально-экономического развития края. Наша область находится на лидирующих позициях по многим показателям в сравнении с другими регионами. Сегодня область завершает полугодие с неплохими показателями церкви. По ряду направлений сложилась устойчивая положительная динамика. Так, по итогам шести месяцев по индексу промышленного производства область занимает пятое место среди регионов. Курсшая ситуация сложилась в Могилевской области 94,8%, в Минской 91%. По производству продукции сельского хозяйства вклад в области значительный в экономику страны, и область занимает первое место среди регионов, включая фермерское хозяйство. По реализации скота и птицы новой область обеспечила второе место, уступив только Могилевской области. По производству молока также занимает второе место, производство яиц обеспечило область четвертое место. Итоги работы за первое полугодие – важная точка, которая не только позволяет понять, правильно ли был выбран курс и проведена работа, но и сохраняет шанс на исправление ситуации. До конца года у руководителей гор райисполкомов, а также тех, кто возглавляет предприятия и организации, время на корректировку своей деятельности еще есть. Но, как отметил глава области Константин Сумар, первые существенные изменения и подвижки должны быть видны уже по итогам девяти месяцев. В противном случае вряд ли можно будет избежать острой постановки кадрового вопроса. Если экспорты, что можно как-то, как я уже говорил, попробовать найти оправдательные мотивы, то по темпам роста промышленной продукции, под родным работам, мотив каких-то веских нельзя здесь придумать. Виноватые здесь начинают министерства, ведомства республиканских органов, и кончая руководителями городских и районных исполкомов. И я должен сказать, что сегодня мы должны сделать серьезный упрок тем руководителям и тех предприятий, которые находятся в этом зале, которые мы пригласили, которые, я смотрю, так методично, из месяца в месяц свои показатели не улучшают.